Друзья, всем привет! На связи город Херсон, фитнес-клуб Аврора и я Валерий Кудяков. Сегодня речь пойдет вовсе не о бодибилдинге. Сегодня я хочу поговорить с вами о таком непростом, настоящем, мужском развлечении, как смешанное единоборство ММА. И хочу поговорить о развитии и перспективах этого непростого вида спорта, исключительно в нашем городе. И в этом мне поможет разобраться мастер спорта международного класса по дзюдо, мастер спорта по боевому самбо, чемпион Украины по джиу-джитсу и неоднократно участник боев в клетке, о которой пойдет сегодня речь, Дмитрий Булгак. Я знаю это себе хлыстами, ошибки и неудачи. Ты из тех, кто ждет с моря погоды, или ты на раздаче. Я обещал не открывать эту дверь, Я ношу всю эту злость себе, Твои советы до сих пор в моей голове. Ничего не бойся, никому не верь. Нужен характер, зайти в эту клетку, Складить удачу, держать ее крепко. Я вбиваю в лапы все, что накопилось. Нужно постучаться, чтобы дверь открылась. Как поднять руки, когда они весят тонну? Я дам еще пару лишних кругов по стадиону. Я бы все отдал, чтобы вернуть корону. Разнеси не готов на все, даже менять погоду. Впереди туман, нет пути обратно. Два сердца, две силы, два брата. Там, где риск, ей всегда правда. За семью, за веру, за правду. Впереди туман, нет пути обратно. Дим, привет. Привет. Дим, я правильно назвал с твоей титулой? Да, вроде так. Вроде так. Дим, произошло событие в нашем городе, которое не может быть незамеченным. Впервые за всю историю существования смешанных единоборств, да и не только, в нашем городе появился октагон, именуем на профессиональном языке, или же как клетка, как называют его бойцы. Дим, находясь в стенах этого сооружения, даже не сразу понимаешь, что чувствуешь. Страх, ярость, агрессию, смешанные чувства. И я знаю, что возникновение, появление клетки, у тебя уже такая мысль была очень давно. Расскажи, как все-таки получилось, что клетка все-таки стоит теперь здесь. Ну, идея возникла, как только мы начали участвовать в профбоях, наши бойцы, и мы сразу поняли, что клетка нужна для бойцов не только для тренировок, потому что есть нюансы ведения боя в клетке, чтобы боец чувствовал себя комфортно. Ведь, ну, когда за тобой двери закрываются сзади, немножко люди зажимаются некоторые. Да, есть особенный психологический момент, как ты говоришь о нем, когда ты заходишь в октагон, это такое особенное место, действительно. Кто в него никогда не захотел, этого не поймет. Ну, это раз, да, конечно, для бойцов, для тренировочного процесса. И, во-вторых, мы хотим проводить турниры, и без октагона, как бы, это невозможно. Я помню. Дим, такой вот нестромный вопрос. Своими силами или кто помог? Да, конечно, своими силами, но я не один. У меня есть единомышленники, которые в этом помогли. Один начал, второй подхватил на наши идеи, на общие, да, общими усиленными. Дим, ну, к городу смысла не было обращаться, я так понимаю, да? Нет, абсолютно никому. Мы обращались неоднократно к нашим властям. Даже не по поводу клетки, а по поводу финансирования. Допустим, мы участвовали на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Ну, видимо, этому никому не интересно. Ну, к сожалению, ребят, обстановка такая, как бы политическая, всем известная в нашем городе. Касается она на всех отраслях спорта. Ну, не будем мы это цеплять. Уже понятно, что рассчитывать ребята должны сами на себя, и здесь ничего не поделаешь. Вот, Дим, мне кажется, или сейчас вот именно в наше время стало все меньше ребят, готовы-готовы работать на результат, приходить, тренироваться, не жалеть сил, времени, денег, и именно вот драться, вот готовы драться. Да, действительно, это так, но тут опять ряд факторов. Почему? Ну, во-первых, ну, как ты видишь, у нас пропаганда активного образа жизни очень нанимиста. И, во-вторых, ну, некоторое, может быть, финансовое положение не позволяет, да, потому что, ну, это спорт, который требует вложения определенных. Ну, и, скорее всего, что эта пропаганда идет свыше от нашего государства, ведь если ты хочешь, ты можешь выходить, тренироваться, даже на улице. Было бы желание, на самом деле. Дим, а что ты имеешь в виду пропаганда государства? То есть не хотят видеть сильную нацию? Ну, скорее всего, да. Но легче управлять человеком, который употребляет партнерный пик, приходит. Я помню, когда начиналось рождение бойцовского клуба ММА «Тим Ферсон», представителем которого ты являешься, основателем, в твоей команде ты воспитывал бойцов разного уровня, выезжали неоднократно на соревнования, я на них присутствовал лично. Как сейчас ситуация, есть ли у тебя фавориты, есть ли, как говорится, надежда теперешнего ММА в молодежи? Да, ситуация нынче по бойцам немного сложнее, нежели была буквально год назад. Но ничего, мы руки не опускаем, работаем дальше. У нас есть ряд молодых перспективных бойцов. Есть он Илья Шагов у нас, в весной начал уже принимать участие в любительских турнирах, выговорят соревнований. Олег Адиароба готовится к первому профбою, который состоится 21 числа в Азурно. 21-го того месяца? Да, 21 августа, в ночной клуб «Аперсин» в Азурно. И есть еще также Страстенко Иван, пока он на каникулах, но мы и ждем его. И есть, естественно, я чуть не забыл самого давного нашего бойца, это Артем Головко, который привел счета от мира, привел две медали, стал чемпиона мира в разделе ММА и в разделе чужих-чужих. То есть, грубо говоря, в принципе, есть на кого положиться? Есть, да, есть с кем работать. Хорошо, Владимир, если у тебя профессиональных боев от ребят, которые профессионально занимаются, я помню, несколько лет назад ты проводил турниры, скажем так, по любителям для новичков, и даже мне повезло участвовать в нем. У тебя я готовился к этому бою и выиграл его, кстати. Я помню, что публика встретила на ура такое событие неординарное. И я думаю, что, скорее всего, с появлением клетки должно что-то появиться. И вопрос в следующем, будет ли что-то подобное вот в таком стиле, чтобы ребята могли, те, которые дерутся, тренируются в залах, прийти и показать. То есть подраться действительно в клетке по правилам ММА. Да, конечно, мы с появлением клетки на осень планируем проведение турниров. Для начала любительского уровня, где мы приняли участие в начальном этапе подготовки. А также позже немного мы планируем проводить ряд уже турниров для профессионалов. То есть это будет призовой фонд? Да, призовой фонд, все подростки. И это будет в рамках города? Нет, мы планируем выходить, чтобы это были бойцы из всех боевых. То есть все украинские турниры? Все украинские турниры у меня зовут. То есть, ребят, другими словами, скорее всего, скоро в городе Херсоне, скорее всего, будет турнир по смешным единоборствам. Ну и, наверное, будет он иметь какое-то название Number One. И, скорее всего, это будет хорошее начало ММА в нашем городе. Ну, будем ждать, будем видеть. Дима, скажи, у всех возникает один и тот же вопрос. Как начать заниматься ММА? Я знаю, что тебе куча вопросов задают, звонят, что нужно для того, чтобы прийти. Вот ММА это все-таки смешное единоборство. Как им начать? Должны быть ребята подготовленные как-то по-особенному? У них должны быть какие-то базы? Или может прийти человек и ты определишь, что ой, этот человек готов драться и с него можно что-то делать? Вы понимаете, есть разные ММА любительские игры, когда люди приходят и хотят получить навыки для себя, для жизни, чтобы чувствовать себя комфортно. Ну, ситуации в жизни разные бывают, да? И чтобы он умел постоять за себя, за своих близких. Или же мы говорим о профессиональном ММА? Ну, я думаю, наверное, Дим, профессиональный, тут немножко понятно, скорее всего, о первом варианте, когда ребята хотят, но не знают, как прийти. Я знаю, что ты достаточно суровый тренер, непростой. Как прийти и сказать, Дим, хочу что-нибудь. Вот как ты анализируешь это, как ты даешь им возможность этим заниматься? Да тут все просто, на самом деле. Надо взять, прийти и начать заниматься. И не строить неких. Никто никого здесь не избивает, пока человек сам не захочет драться, никто его не может заставить это сделать. Здесь на человек приходит, и в начальном этапе он занимается тем, что получает навыки, акробатику, какую-то дисподготовку, чтобы было на что лепить именно ММА. А потом уже он сам принимает решение, либо он хочет драться, либо он остается просто в зоне комфорта своей и занимается доседанием. Дим, а хорошо, как ты определяешь, например, если пришли ребята, да, и вот ты явно видишь фаворитов. Какие это, что это за качества такие? Для профессионального спорта человек должен заниматься с детства. Для него, то есть, должна быть нормой тренировки два раза в день. Это как он встал, покушал. Еще ряд факторов, конечно же, для профессионального спортсмена должны совпасть. Это поддержка близких дома. На начальном этапе финансирование. Он должен был участвовать в соревнованиях, но, видите, в нашем городе государство не поддерживает. То есть, приходится ездить на соревнования под любительским за свой счет. То есть, ряд факторов должны совпасть, чтобы у человека он мог реализовать себя как профессиональный спортсмен. То есть, такое понятие, как «иди тебе, отобьют голову», такое не должно присутствовать, правильно? Такого не должно присутствовать. Легче всего это сделать и отбить желанием человека сразу. Ну, мы этим не занимаемся. Люди, которые способны подраться и хотят драться, они в другой группе занимаются. То есть, никто никого не убьет, ребят, приходите, обращайтесь за помощью. Я считаю, что это помощь в правильном развитии, никак по другому не скажешь. И занимайтесь своим любимым делом. Дим, такой каверзный вопрос. Я знаю, что за последний год, наверное, даже и более того, тебе одному приходится отстаивать честь нашего города, как и по боям смешных геноборств, так и по международным соревнованиям. Такой вопрос. Собираешься ли ты все-таки идти на профессиональную спортивную пенсию? Или же все-таки пока на данный момент знамя победоносное передать некому? Да, собираюсь, скорее всего, что пора. Пора, надо переходить уже на тренерскую работу полностью, отдаваться спортсменам. Скорее всего, что да, я буду уже завязывать с тренера. Скажи, тогда такой вопрос встречный. А сможешь ли? Я пробовал уже неоднократно. Уже не раз я сам себя говорю, что столько хватит, и что-то внутри тебя заставляет возвращаться тебя в клетку. Но я думаю, что когда-то это случится. Опять же, не факт, что я через месяц, скажу, хочу опять. Ну, то есть, я к чему говорю, что дух бойцовский, да, и желание твое, или эмоции и возможности, это абсолютно разные категории. То есть, ну, невозможно сказать тебе, все, я не буду. Мне кажется, тогда, когда стоишь, заходишь в клетку, эти эмоции, я их не купить. Вот, их можно получить только, когда дерешься. По-другому, мне кажется, никак. Поэтому, скорее всего, сложно будет тебе уйти на пенсию. В этот раз позже. Дим, твои пожелания всем, кто увидит этот ролик, возможно, ребятам, которые посмотрят и сделают для себя какие-то определенные выводы. Что бы ты хотел вам сказать? Пожелания, во-первых, всем здоровья. Надеюсь, вы, увидев этот ролик, захотите к нам прийти, попробовать себя в этом непростом виде спорта ММА. Ну и что, всем удачи. До встречи. Ну что ж, друзья, на этом я вынужден заканчивать свое интервью. Мы раскрыли тему не полностью, слегка осветили то, что происходит в нашем городе. Я думаю, мы об этом будем снимать и говорить еще неоднократно. Следите за новостями. Вы все видели, слышали. Я, в первую очередь, хочу пожелать подцветания бойцовскому клубу ММА Тим Херсон. И всем ребятам, конечно же, победа, только победа. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...